Уже второй год подряд в Иерусалиме проходит театральный фестиваль «Вертикаль». Открытие состоялось в театре «Хан». Вела церемонию организатор фестиваля, актриса и режиссер Рахель Ковнер. Актеры из разных стран представляли свои коллективы. Театр частный, что сейчас в России набирает такое движение. Но обычно все государственное. Небольшой театр. Практически. Вот это идеальный формат для нас. Это наш формат полностью. В основе маленьких камерных спектаклей от МОНа и в пределах 4-х человек. В каком-то 86-м преследовательской власти я сделал первый частный театр, который назывался «Привет комедианта». Это как раз 25 лет назад. И первый спектакль был блестят на Санкт-Петербург. Публика основную посещала и создавала мне нашла, и эта публика, которая потом, во время «Перестольки» ехала в Америку и в Израиль. И вот это возвращение 25 лет спустя мне очень интересно, потому что и время прошло, и я стал другой. Конечно же, ту поэзию, как и литературу, я бы сейчас уже не взял. Ну, сейчас я понимаю, там Пронский, Пастернак. А тогда было интересно, а мир все никому неизвестный и вообще ничего не давал. А мне было интересно, как артисту сделать так, чтобы всем это было интересно и всех покорить, и чтобы все это читали. Ну, о нашем театре. Театр Одесского разлива «Лонжерон» появился, это тоже частный театр. Он как бы существует на два города. Это Одесса и Харьков. Видимо написано, модно жить в Харькове. Я живу в Харькове, я играю в Харькове, в нескольких театрах. Но театр Одесского разлива – это как бы дело всей моей жизни. А Галина Панибрадец – это тот человек, который ставит спектакль в нашем театре, она режиссура. Когда мы как бы решили что-то сделать свое, у нас тоже свой театр, у нас есть Амута, и это свой театр. Мы обратились к теме, которая нас, в общем-то, волнует и интересует, к еврейской теме. И взяли именно хасидские рассказы, фольклор, потому что как бы в этом заложены, как мы считаем, не только мы, все коды закодированы. Народ, как бы он закодирован именно вот в этих рассказах. Это вся мудрость, жизнь народа, корни. Этот спектакль, который я буду показывать, это товарищество актеров, такое некое сообщество. Это даже не театр, это сообщество. И его в свое время создал Илья Боровицкий, режиссер этого спектакля. Я в стране три года, он живет в Аждоте, мы состыкнулись, он предложил мне сделать моноспектакль. А тем временем через тоннель в скале подтягивались последние зрители. И первым спектаклем, который они увидели, был «Кыся» в исполнении Всеволода Чубенко. Илья Боровицкий, режиссер этого спектакля «Кыся» в исполнении Всеволода Чубенко. И Катера его захочет и свою животную в зад вернуть, а они тебе 500 баксов. А я же этого кота все одно еще раз отловлю и в лучшем виде в институт физиологии представлю. Его там на составные части распродажат, и легенды поперялись своим трупам науки послужат. Я точно знаю, но Васильевский в институт физиологии я там уже один раз был. Еле выстрелся. Рекс! Рекс! Смотри! Кошка! Кошка! Гом! Старший врачебной команды вовсе услышание заявил, что если бы он не видел подобного феномена собственными глазами, а только бы услышал рассказ о таком явлении, он счел бы такой рассказ бредом сумасшедшего.